Каждую неделю в городе Сургут открываются новые доставки японской еды. И нам, как потребителю, иногда тяжело выбрать, какая же все-таки доставка будет вкуснее, лучше, быстрее. Сегодня у нас в городе Сургут открылся новый ресторан японской еды и пиццы Сушков. И мы сегодня узнаем, насколько они отличаются от других, чем они могут выделяться. Ну и для начала я бы хотел сразу вам показать то приложение, которое у них есть. Это Сушков. Ты заходишь сюда и здесь сразу делаешь выбор. Если ты не хочешь заморачиваться, есть для тебя сеты, готовые варианты на разную стоимость и вкус. Ну а если ты гурман, хочешь по изысканию выбрать и количество, и начинку почитать, здесь также все это представлено для тебя, дорогой друг. Есть роллы, есть и пиццы, ты посмотри, друг, и размеры, и вкусы тоже у них разные. Ну и, конечно, комбо-вариант, когда ты можешь взять на целую компанию, заказать и не заморачиваться. Собственно, мы, наверное, так и сделаем. Сделаем заказ, пока придем, уже все будет готово. Буквально минут 15-20 все будет готово. Пока наш заказ готовится, через приложение можно отслеживать его готовность. Вот мы заказ приняли наш, вот идет приготовление. Мы, наверное, рассмотримся, посмотрим, что это за место, потому что, как я наблюдаю, здесь можно посидеть и с друзьями, и с подругами, попить кофе, пока готовятся твои вкусные роллы. А заказ-то готов. Ну, если ты прям совсем у тебя со зрением проблемы, вот там тоже. Наш 49-45, пойдем забирать его. Здравствуйте. С вами был готов, все это отлично. Спасибо. Мы сразу посмотрим, хотя мы брали с собой на вынос, но мы, наверное, здесь. Откроем и посмотрим. Чтобы ты не говоришь, что тебе соуса вечно мало. На. На имбирять. На тебе еще. Вот тебе и буклетики. Если ты хочешь, ты еще, я напоминаю, ты можешь еще подойти и заказать себе, просто взять, сколько тебе нужно. Сколько тебе нужно, столько ты можешь взять. Красота. Я попробую все-таки одно с самими корявыми белорусскими пальцами. А знаешь, что понял? Мы не можем просто так уйти, пока мы не узнаем, как это готовится. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Виктория, я менеджер ресторана. Что-то подсказать вам? Да, мы попробовали тук-штуролы. И как вам? И нам очень понравилось. Отлично. И мы хотим посмотреть, как готовится. Можно ли вообще такое? Да, конечно, без проблем. Давайте я с радостью проведу вам экскурсию. Маш, поможешь? Конечно. Халаты, пожалуйста. Магия монтажа, ребят. Мой лучший лук, костюм. На самом деле, для чего мы это надели? Для того, что там санитарная зона, там очень чистая зона, и мы не можем туда пройти. В одежде, которая у нас уличная, на ней очень много бактерий, и, естественно, мы получим небезопасный продукт на выходе. А мы очень переживаем за безопасность, и для нас это важно. Идем мыть ручки и смотреть техномический процесс? Естественно, пойдемте. Итак, сейчас мы заходим в санитарную зону, в очень чистую зону, и нам нужно помыть руки. Это делаем мы по определенному стандарту. Он нарисован около каждого рукомойника. Сейчас моем руки. Я делаю... Сначала, нет, неправильно. Сначала мы смачиваем руки. Понимаешь? Вот тут же написано. Тщательно мылим, смываем. Все, вот, пожалуйста, на 40. Понял. Заснял? Так, после того, как мы надеваем перчатки, мы их должны обязательно обработать антисептиком, чтобы убить окончательно все бактерии. Это наш цех Японии, холодный цех. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Где мы готовим ролл, нашу любимую Филадельфию и все остальное. На нашем предприятии действует система КАСП. Что это значит? Это система анализа критических точек и рисков. То есть для того, чтобы не допустить небезопасную продукцию до гостя, мы контролируем наши риски. Температура хранения полуфабрикатов, обязательно сроки хранения полуфабрикатов. Как вы видите, у нас все промаркировано, это очень важно для того, чтобы отследить, когда закончится срок годности. Когда у повара нет заказов, он может открыть и посмотреть стандарты по его станции. Также я хочу вам показать наш лосось, это тоже особая история. Так как мы компания из далекого Екатеринбурга, у нас есть свой центральный заготовочный цех. Что это значит? Это значит, что мы берем и сразу готовим некоторые полуфабрикаты для того, чтобы повара могли сразу же им пользоваться и не тратить лишнее время. Сейчас мы посмотрим, как хранится наш лосось. Обратите внимание, на нем тоже есть дата. Лосось не может храниться более суток. Если он начинает храниться более суток, он начинает пахнуть рыбой. Правильный свежий лосось должен пахнуть как арбуз, то есть ничем свежестью. Рыба нарезана слайдами, да? Слайсами рыба нарезана, да. Они все нафасованы ровно по 90 грамм, ровно на филадельфу, на одну колбаску, 8 штук. Собственно говоря, как у нас выходят роллы по станции. У ребят у каждого есть планшет. На них отображаются роллы. Также можно посмотреть состав, картинку, как выглядит ролл. Это станция раздачи, где у нас нарезаются роллы. Так как мы уделяем особое внимание санитарии, у нас есть специальная маркировка инвентаря. На раздаче у нас доска белая. На линии все доски желтые. Это тоже для нас важно, чтобы не было перекрестного загрязнения. Так, что вам еще показать? Для того, чтобы посмотреть, как выходят роллы на планшетах отображаются, давайте оформим заказ через кассу прямо сейчас и посмотрим, как это выглядит у нас на планшетах. Так, сейчас мы закажем, у нас открыты две станции, это рыбные и мясные роллы. И сейчас мы закажем ролл филадельфия с рыбой и ролл с мясом. Так как мы все-таки зациклены на санитарии, не устану это повторять, мы никогда не готовим роллы заранее. Это наше правило основное и базовое. Здесь мы видим номер заказа, сколько времени у нас осталось до отдачи и сколько должны весить роллы. Также у повара раздачи мы можем заметить весы. Это нужно для контрольного взвешивания, чтобы нашим гостям приехал именно заявленный вес. Здесь у нас станция рыбные роллы. Так выглядит заказ. Вышла наша филадельфия. Мы смотрим, из чего она состоит. То есть полностью ТТК и картинку, как она выглядит. ТТК это технологическая картика. Здесь ты наблюдаешь количество штук, сколько должно быть по весу и после чего собирается ролл. Да, вот как раз мы можем посмотреть, как выглядит наш филадельфия. Посмотрите, это наша рыбка, наш слайс. То есть ровно 90 грамм нарезанных. Вот повар сейчас будет его закатывать. После того, как истечет 3 часа, роллы будут непригодны по потреблению. Во-первых, это развитие бактерий. Во-вторых, это вкусовые качества. Они будут совершенно не такими, нежели чем с самого начала. Для того, чтобы повар раздачи понял, что повар линии приготовил ролл, нужно на площадь и на него нажать 2 раза. После чего ролл у нас отправился на раздачу. И повар понимает, что этот ролл готов. Сейчас мы идем на мясную станцию и мы видим, как готовится наш ролл с мясом. Все заготовки у нас сделаны по стандартам. Так как мы большая компания, мы развиваемся и растем. Мы все очень стандартизировали, чтобы вы получали одинаковые роллы, что в Екатеринбурге, что в Сургуте. Сейчас мы можем увидеть работу повара раздачи, как он нарезает наши роллы. Прошу обратить внимание, что он протирает свой нож каждый раз, когда режет вашу филадельфу. Это сделано для того, чтобы не размазывать сыр и чтобы эстетично она выглядела очень красиво. Мы знаем, что у вас есть не только роллы суши, но и пиццы. Да, все верно, пойдемте, я вас провожу в наш горячий цех. В горячем цехе мы можем готовить без перчаток, так как пицца проходит термообработку. Но все заготовки, опять же, делаются обязательно только в перчатках, это важно. У нас есть новая современная конвейерная печь. Пицца выпекается ровно 3 минуты, сейчас она уедет повару совершенно, не нужно за ней следить. И на выходе мы получим уже готовую красивую запеченную пиццу. Сейчас мы видим, как повар у нас работает без перчаток. Видим процесс раскатки теста. Давайте заглянем в любую линию и посмотрим на его заготовки. Заготовки все у нас, так же, прошу обратить внимание, промаркированы. Это сделано для того, чтобы, опять же, избежать травления и каких-либо нежелательных последствий. Как вы могли обратить внимание, когда заказывали нашу рову, мы очень большое внимание уделяем нашему бренду. И все коробки у нас тоже брендированные. Сейчас повар нарезает нашу пиццу. Заметьте, готовый продукт повар руками, ровными уж потрогать не может. Наша экскурсия подошла к концу, мы посмотрели все цеха. Теперь я приглашаю вас пройти в зал, попробовать наше блюдо и поговорить о нашей ценности. Сейчас мы уже зашли со стороны зала. Здесь мы видим открытую витрину. Здесь также поддерживается оптимальная температура хранения, плюс 2, плюс 6. И напитки, и десерт с натуральным составом. Это наши натуральные морсы. Они брендированные у вас и по составу. И, кстати, из тех людей, которые читают составчики, у вас здесь сок из мородины, отвар из базилика. То есть натуральный продукт используется? Да, конечно. Мы не используем никакие консерванты, нам это не нужно. Десерты тоже с натуральным составом. Мы привозим их из Екатеринбурга. Их делают вручную у кондитера. У десерта достаточно лояльная цена и очень приятный состав. Наш заказ уже готов. Пожалуйста, мы его забираем. И давайте посмотрим. Опять же, везде можем увидеть наш бренд. Везде сушков и гальпеста. Это наши роллы горячие с мясом, которые мы готовили. Мы их обязательно упаковываем в фольгут для того, чтобы они не потеряли температуру. И доехали до гостя очень вкусными. Учитесь, учитесь, как нужно паковать. Прошу обратить внимание, мы не срезаем кончики роллов. Это нужно для того, чтобы к вам приезжал ролл больше по весу. У вас очень удобное приложение. Мы сегодня уже успели познакомиться с ним, сделать при помощи приложения заказ. Как вам сотрудник поработает с ней? У нас, на самом деле, очень крутая внутренняя система. Она заработана специально под нас. Она не похожа ни на одну другую. С помощью нашей системы можно управлять полностью всеми процессами. Начиная от кассы, заканчивая товарооборотом, заказом поставок, курьерами. И просто текущими показателями смены. Начиная от выручки, заканчивая стоп-листом. Скажи, мы сегодня заметили, что у вас открытая кухня. То есть гости могут приходить, помимо того, что сделать заказ, могут наблюдать за тем, как ведут технологические процессы. Правильно понимаю? Да, конечно, все верно. Вы можете сделать заказ. Мы вам его приготовим за 15 минут. И вы эти 15 минут будете пить наш вкусный кофе из наших, опять же, брендированных стаканчиков. Ну и вопрос такой про историю компании Сушков. Можете сказать? Смотрите, наша компания, на самом деле, основалась в далеком 2008 году Иваном Зайченко. Это начиналось все с маленького филиальчика. Принимались заказы, естественно, вручную, по телефону. Тут же этот же оператор бежал, готовил заказ. То есть все это было так достаточно не собрано. И сейчас мы разрослись до большой компании, до франчайзинговой сети большой. И мы сейчас выходим на федеральный уровень, открываемся по всей стране. И вы можете посмотреть, как сильно шагнула наша компания вперед. То есть от простых бумажек и приемов заказов по телефону до планшетов. Ну и вопрос главный. Почему именно Сушков? Ну как почему Сушков? Во-первых, мы быстро привозим. Мы не готовим заранее. И мы просто помешаны на санитарии. На самом деле, ты можешь смотреть, как готовится твой заказ. Не только непосредственно в ресторане, через открытую кухню. Ты можешь сделать это дома. Ты можешь заказать заказ на доставку, сделать заказ. После чего открыть наш сайт еда1.ru. И посмотреть прямо с камер, как готовится твой заказ. Собирается. Что на пицце, что на Японии. И убедиться, что он все-таки помыл руки, обработал перчатки антисептиком. И правильно нарезал твою Филадельфию. Ну а мы напоминаем, что готовятся роллы исключительно из свежих продуктов. Буквально после того, как получают заказ.